Здарова! Сегодня в видео расскажу как на 3D моделях располагать эскизы, для Японии и не только, в программе Procreate. И еще расскажу как правильно выводить эскиз в формате видео, где крутится 3D модель с твоим эскизом. Одну из моделей я оставлю в своем телеграм канале, поэтому переходим, подписываемся и скачиваем ее. Ну а все остальные модели, всех частей тела ты найдешь на моем бусте. Не будем терять времени, погнали! Для расположения эскизов для Японии я подготовил 4 модели. Я сделаю на них правильную развертку, чтобы у нас была развернута рука и часть груди. Сейчас появятся на экране примеры, как многие делают Японию, как они ее устраивают в тело. Поэтому я отталкивался от этого и подготовил именно такую развертку, чтобы было удобнее всего располагать объекты на теле. Открываем теперь первую модель, попадаем мы на 3D слой, потом мы переходим на 2D слой. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы наши эскизы не деформировались. Потому что если мы будем их располагать на 3D слой, то они будут растягиваться, деформироваться и будут выглядеть непрезентабельно. Поэтому вся работа проводится на 2D слой. Я подготовил парочку эскизов, просто нашел их в интернете. Сейчас мы их по-быстрому расположим, покажу как пользоваться, как, что двигать. Открываем эскиз. Допустим, у нас будет дракон, располагаемый дракона. У меня в помощь открыто окно превью. Как оно сейчас? Холст и референс. Ну, я его превью называю. И уже по нему ориентируемся, как у нас будет выглядеть объект. На слое с эскизом я включаю режим умножения. И уже с помощью него я начинаю двигать наш эскиз. Выключаем вспомогательный фон, который показывает, где именно у нас развернута модель, чтобы вся модель была телесного цвета. И теперь приближаем наше окно превью референса и начинаем двигать наш эскиз, подстраивая его под анатомию. Я использую деформацию. Получается, я чуть-чуть деформирую эскиз, чтобы его поинтереснее расположить. Также получается, у нас здесь на руке, точнее от груди к руке, есть такой моментик, что у нас вот эскиз в данном месте, сейчас покажу наглядно, плохо стыкуется. То есть я бы вот эти волны бы чуть-чуть бы опустил бы их вниз. Что для этого надо? Я перехожу, получается, буду разрезать сейчас эскиз в произвольной форме. Просто режем его. И нажимаем на, опять-таки, деформацию. И его чуть-чуть спускаю вниз. Можно даже сделать еще побольше. То есть здесь все на... Как сказать, на любителя. Кому как нравится, так и будем делать. Можно оставить даже вот этот зазорчик небольшой между эскизами, потому что мы их потом в дальнейшем подрисуем. Все. Вот мы расположили эскиз на руке. И сейчас мы смело все это дело подрисуем. Я беру, получается, пипеткой нажимаю, беру цвет. И убираем пробелы. Цвет у нас сейчас чуть-чуть... Да не чуть-чуть, а очень сильно отличается. Это потому что я рисую в обычном слое, без наложения. Сейчас я сделаю наложение, а также умножение. И у меня он станет плюс-минус похожим. И сделаем растушевочку. Потом объединим слои. И уже на объединенных слоях я сделал растушевочку. Тем самым я сращиваю недостающие части модели. Точнее в эскизе. В принципе, я думаю, наглядно показано. Выключаем референс. Идем обратно в 3D слой. Как бы эскиз у нас расположен. Для наглядности на другой плече. Точнее плече на другой груди и руке. Тоже сейчас сделаем эскиз. Опять переходим на 2D слой. Добавляем эскиз. Его отзеркаливаем. Также я включаю на нем режим умножения. Также я его располагаю. Включаю холст, референс. Чтобы было нам более-менее понятно, что мы делаем. И опять у нас деформация. Деформируем его под... Анатомию данной модели. Пугаться этого не стоит. Того, что наш эскиз деформируется. Либо еще чего. Все равно это для наглядности все делается. Просто для того, чтобы человек понимал, как будет татуировка выглядеть на теле. Чтобы он смог себя сопоставить с этой татуировкой. Поэтому все равно, когда будем переводить уже на человека, все это делаем, все равно все будет еще 7 раз меняться. Что-то увеличивается, что-то уменьшаться. Поэтому на данном этапе все эти деформации, которые производятся, они не критичны. Я даже сейчас возьму и эту модель спокойно ее так же отрежу. Так же выберу деформацию и спокойно ее, этого карпа, выведу. Ну не выведу, а поле. Опущу его вниз по руке. Так же у нас есть, образовался здесь пробельчик. Мы можем смело все это делать через деформацию, легко подтянуть. Если мы, допустим, не попадем в контура какие-то, ничего страшного. Мы так же можем дорисовать. Потому что напоминает и все у нас для наглядности. И сейчас покажу, что у нас было. Получается, вот у нас карп пошел по руке. Было у нас вот так. А с помощью деформации мы его сделали более большим, более таким интересно выглядящим, идущим по руке. В принципе, вот у нас заняло, не знаю, минуты 3-4 времени. Сделали мы, подготовили эскизы. В данной модели развертка выполнена по локоть. То есть у нас задействована пол руки и вся грудь. Так же есть модели, которые сделаны абсолютно вся рука. То есть можно сделать рукав и так же зайти на грудь и чуть-чуть на спину. Модели есть как мужского, так и женского пола. Поэтому переходим, берем и пользуемся. Сейчас мы еще разберем такой моментик, как можно расположить на спине. Открываем тоже модель мужика в этот раз. И на нем мы расположим эскиз. Я подготовил такой эскизик, но не подготовил, тоже нашел в интернете. Чтобы показать наглядно, как это можно расположить. Просто картинку берем и вставляем в Procreate. Так же на 2D слое. И теперь нам надо вырезать белый фон. Вырезаем белый фон. И уже появляется у нас общая картинка, как это будет плюс-минус выглядеть. Но у нас опять же, здесь есть нестыковочки такие небольшие. Не проходит у нас, точнее не подходит у нас эскиз по заходам на ляжке. Так же мы берем спокойно деформацию. И в деформации деформируем нам его как надо. Если у нас дело дергается вся модель, смещаясь при этом и нарушая пропорции, которые мы хотим сохранить. Мы так же берем ее смело. Отрезаем через произвольное. Ну здесь вот галочка произвольно. Выбираем, отрезаем нужную нам часть. И так же мы ее деформируем, как нам надо. Вписываем ее в тело, как хотим. Все, подправили. То же самое можно сделать и с, допустим, с плечом. Сейчас мы плечо тоже подровняем. Чуть-чуть тоже я беру, вырезаю. И спокойно пододвигаю, как считаю нужным. То есть это все делается на любителя. В принципе все. Эскиз у нас готов. Теперь как все это дело нам вывести. Переходим мы в поделиться. Выбираем mp4. И я предпочитаю убрать масштабирование, чтобы у нас модель таким образом не колбасила ее. Поэтому я убираю расстояние масштабирования и переход. Также длительность анимации я увеличиваю до 5 секунд. Теперь у нас спокойно крутится модель. Только у нас здесь полосочка такая белая. Сейчас мы ее уберем. Берем властик и спокойно ее так подтираем. Можно сделать запись экрана даже. Но это уже тоже на любителя. Поэтому я предпочитаю сделать вывод анимации через Paracrate. Ставим 4К. Экспорт. Все это дело у нас экспортируется. Сейчас мы пойдем в CapCut. И в CapCut мы зациклим нашу анимацию. Она будет сколько угодно. Длится пока, не знаю, хоть секунд 15, хоть 20, сколько захотите. Сохраняем видео. Теперь мы идем в CapCut. Открываем CapCut и новый проект. В новом проекте мы выбираем нашу модель. Минуточку. Сейчас предварительно я ее подрежу. Переходим и получается фото. Выбираем наш импортированный или экспортированный. Как правильно? Экспортированный объект. И выставляем ему пропорции на... Допустим, это будет у нас Stories. Ну, либо, не знаю, вертикальное видео. Все готово. Обрезали. Возвращаемся в CapCut. И в CapCut мы его добавляем. Теперь мы берем ее и дублируем. Берем, копируем нашу модель. Сколько нам потребуется раз. Насколько мы хотим сделать нашу анимацию. Допустим, 15 секунд. И все. И вот получается, наша модель крутится, презентует наш эскиз. Данный способ презентации эскиза получается полностью бесшовный. То есть у нас крутится модель. И будто ни конца, ни края нету этой анимации. Она зациклена. Все. Мне такой вариант нравится. Поэтому берем. Все это делаю тоже экспортируем. Все готово. Сохранено. Сейчас на экране появится, как у нас она полноценно будет выглядеть в жизни. Также можно добавить любой текст, анимацию, либо какие-нибудь эффекты переходов. Допустим, мы хотим глитч. Вставляем глитч. Прям любой. Сейчас мы не прогрузились. В принципе, я думаю, наглядно видно, как можно презентовать свой эскиз. По-всякому играться, добавлять, убавлять. На свое усмотрение. Что угодно, то как бы и добавляем. Также подготовлены модели торса и спины. У нас сколько их? Пять штук. Есть модели без рук, без ног. То есть здесь располагать можно эскизы прям по всему торсу. То есть даже впереди. Заходом на, получается, со спины. Заходом на плечо, на грудь. Мало ли там кто, не знаю, костюм будет делать. То есть все это тоже наглядно можно делать. Также есть девушки. Тоже у нее, получается, разрез идет до задней части колена. Тоже в Японию так располагают. Тоже сейчас примеры появятся, как все это все делают. Короче, все эти модели адаптированы именно под Японию. Ну, либо просто под обычный эскиз, но только широко такой форматный. А еще такой моментик есть. То есть если мы будем очень часто делать, допустим, особенно эта проблема распространена, когда развертка выполнена на всем теле, не именно конкретной части тела, на которой мы хотим сделать эскиз, а просто весь человек развернут. Если там мы будем делать, просто перемещать, уменьшать вот так вот эскиз, он будет у нас в пиксели уходить, и в итоге качество будет у него становиться шакальным. Сейчас вот наглядно покажу здесь. Я его уменьшаю, увеличиваю, и вот, и все, у нас качество потерялось. Но здесь я, получается, сделал сколько? 5, наверное, действий таких. Я его прямо уменьшу до мидиного такого, поэтому и качество потерялось. В целом, если сразу убрать эскиз и располагать его в том масштабе, который нам нужен, именно на этих моделях, шакальным качество не будет. Будет шакальным качество, если мы возьмем модель, где полностью выполнен развертка всей части тела, и там прям сразу будут такие в пикселях выполненные, но не выполненные, а сразу будут в пикселях ваш эскиз. Сейчас наглядно попытаюсь показать, если найду модель такую. Вот я нашел модель, получается, она выполнена, абсолютно весь человек развернут, поэтому здесь сейчас очень быстро потеряется качество нашего эскиза. Включаем холст, референс, двигаем это все дело в сторонку, увеличиваем. Допустим, мы будем располагать, чтобы там табак не был виден, расположим на спине. Добавляем любой эскиз, прям вообще любой. И у нас, допустим, это вроде как спина. Это у нас... Так, перец, скорее всего, будет. Вот спина у нас будет вот здесь. Все. Теперь пытаемся двигать его. Натянули на это. Тут еще шов идет прям по спине. То есть нам, чтобы расположить эскиз, нам надо его, короче, разрезать пополам. Это танцы с бубнами, потому что сейчас объясню, почему. Мы берем режим умножения. И видно, что у нас эскиз просто висит в пространстве. Мы его отрезаем. Четырьмя, нет, тремя пальцами делаем слайп по экрану, вырезать и вставить сразу. И двигаем его на другую часть, получается, шла. И пытаемся попасть в наш эскиз. Так же выбираем. Точнее ставим режим умножения. И видно, что у нас здесь получилось полное дрочиво. Эскиз у нас... Вот эта часть, которую мы двигали, стала шакальной. Пикселизация, я не знаю, какого уровня. Плюс мы не попали в эскиз. Я считаю, это неудобно. Поэтому я сделал модель. Подготовил ее специально для той части тела, которая нам нужна. Поэтому здесь все сразу располагается нормально. Если только не уменьшать эскиз до такого состояния, вот такого, тогда пикселизации у нас не будет. Сразу берем, вставляем в широкоформатном варианте. И спокойно пользуемся и работаем. Одну модель я оставлю в своем телеграм-канале. Поэтому обязательно переходим, подписываемся, скачиваем, ознакомимся с моделью. Я думаю, она точно пригодится в твоей работе. Если тебе понравится модель, все остальные модели, всех частей тела, которые вообще можно делать, точнее, где только можно разместить эскизы, ты его найдешь на моем бусте. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Всех обнял, приподнял. Пока.